МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким будет парк Зернова, до сих пор неизвестно, но то, что он изменится в ближайшее время, уже не оспаривается. В прошлом году проект благоустройства парка выиграл грант в 100 миллионов рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо было до конца января представить проект на сметную документацию на строительные работы. Этого не произошло, и депутаты выразили озабоченность. Не потеряет ли город грантовые деньги? У нас есть опасность, что нам не дадут грант в 100 миллионов? Как он уже у нас. То есть нет такого? Нет. Деньги уже пришли, уведомления? Да, уведомления пришло, деньги у нас уже. Владимир Еминцев отметил, что за срыв сроков проектная организация попадет под штрафные санкции. Но на работах в парке это никак не скажется. По заверениям администрации, строители должны выйти на объект уже в конце мая. Финансирование будет доведено в ближайшее время, будет размещена корректировка по внесению изменений в план график. И соответственно, мы планируем, что на следующей неделе мы должны разместить уже закупку на сайте. Какие конкретно работы будут проведены в парке и как изменится излюбленное место отдыха горожан, пока неизвестно. Прошедшие экспертизу проект благоустройства обещают выложить на сайте администрации в ближайшее время. Напомним, представленные на обсуждение горожан концепции нового парка вызвали массу замечаний. Проектировщик обещал учесть эти замечания. Лидия Шилаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В первую очередь народные избранники посетили канализационные насосные станции, которые подают стоки в приемную камеру очистных сооружений. Станции строились с 1949 года и сегодня уже устарели. Качество стоков поменялось. То есть эти насосные станции надо полностью переоборудовать. Ставить дополнительное оборудование по очистке от грубых отбросов, полностью взимая их из потока. Сетевое хозяйство с точки зрения канализационных насосных станций морально устарело. Люди стали пользоваться средствами гигиены, выкидывая их потом в канализацию. Из-за этого возникают так называемые пристеночные трубные отложения. Чтобы избежать попадания волокнистых включений, необходимо перейти на решетки нового типа. Иначе в ближайшей перспективе возможна полная парализация работы именно канализационной системы с точки зрения трубопроводов. Естественно, мы планируем заменить решетки на современные грабельные решетки для того, чтобы стоки немножко очистить, убрать и волокнистые, можно было убрать и не засорять насосы. Соответственно, после этого мы поменяем насосы на более эффективные. Считовая на объекте также не соответствует современным требованиям автоматизации технологического процесса и оперативного реагирования на различные нарушения. Однако канализационные насосные станции не попадают под программу оздоровления реки Волги и федеральное финансирование на их реконструкцию выделять не будут. Затем депутаты посетили очистные сооружения. Одна из проблем на этом участке – ступенчатые решетки, которые задерживают грубые отбросы. Срок их службы уже вышел. Они достаточно неранее. До 4 миллионов, то есть, менять их, ну, это проблематично. Плюс вот эти волокнистые включения через этот тип решеток, они проскакивают и вызывают засоры далее на объекте. Это негативно сказывается на насосном оборудовании, на засорах-клубокроводах. Очень неприятная ситуация, когда люди это все раскапывают, какие-то источные воды начинают возиться и вручную вытаскивают эти прядки и отбросы. После очистных сооружений депутаты посетили городской водозабор, где нужно в том числе отремонтировать резервуары чистой воды и поставить современную систему обеззараживания вод. Замена изношенных сетей и оборудования требует больших вложений, которые возможно получить только из внешних источников. Депутаты продолжат обсуждение ситуации с горводоканалом на ближайших заседаниях. Покосившиеся мафы, ветхие скамейки, дорожки, по которым становится опасным ходить. Дворовая территория возле дома номер 6 по улице Куйбышева давно не отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Именно эту территорию, третью на своем округе, депутат Петр Смирнов намерен благоустроить с помощью программы поддержки местных инициатив. Будет реализован ремонт дворовой территории, а именно те мафы, которые у меня за спиной, они уже пришли в негодность, старые. Их необходимо заменить, также произвести ремонт дорожек пешеходных, которые проходят через этот двор по диагонали, и установить новое освещение. Механизм реализации программ начинается с инициативы самих жителей, которые на общем собрании выбирают территорию или объект для благоустройства и собирают необходимые документы. Программа реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, поэтому большую часть средств для реализации проекта выделяется из регионального бюджета. Для участия в этой программе обязательно нужно софинансирование со стороны населения проекта не менее 3% и софинансирование местного бюджета. В этом году из городского бюджета выделяется не менее 25% денежных средств. Также могут привлекаться деньги спонсоров. Кстати, софинансирование благотворителей повышает шансы проекта выиграть конкурс. За время участия в программе в нашем городе ежегодно реализовывалось по 8 проектов. В основном это объекты благоустройства, то есть детские площадки, дороги ремонтируются, тротуары. И вот в ТИЗе у нас 2 года выполнялись работы по устройству канализации. Яркие мафы, прочные скамейки и ровные широкие дорожки. Все пожелания жителей близлежащих домов выполнены. Дворовая территория по улице Шверника 21 также была благоустроена благодаря участию в программе поддержки местных инициатив. Так что жителям дома номер 6 по улице Куйбышева осталось ждать совсем недолго. К июню уже будут понятны объемы финансирования и внесены все необходимые средства как жителями, так и спонсорами в бюджеты. Придут финансирования из областного бюджета. Дальше это будет корректировка бюджета. Если проект выиграет конкурс, то ремонт дворовой территории начнется уже в июне. А к началу зимы жители получат в свое распоряжение благоустроенный двор с расширенной парковкой, удобной детской площадкой и новыми световыми опорами. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Фальшивая купюра достоинством 5000 рублей попала на экспертизу криминалистам в начале марта. Ее обнаружили в одном из отделений банка. Пока следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, эксперты-криминалисты определяют, каким образом подделана банкнота. Когда купюра на руках, очень важно посмотреть на просвет, водяной знак. На купонном поле на просвет видно, с одной стороны, изображение портрета человека, в зависимости от купюры, там разные исторические личности изображены, а на другом купонном поле номинал купюра. Крупные банкноты обычно печатают большими тиражами способов подделок множества. Специалисты ведут специальную картотеку, благодаря которой выявлено до 100 вариантов изготовления фальшивой купюры одного номинала. Защитная нить, кип-эффект, метки для людей со слабым зрением. Большую помощь в определении подделки может оказать номер банкноты. Сложить в районе номера купюра и провести ногтем. А если осыпается, значит подделка. Настоящие деньги никак не реагируют на это складывание, на механическое воздействие. Мелкие купюры фальшивомонетчики печатают на простом струйном принтере. Экземпляров подделок за раз выпускается немного. Отличить такую банкноту от настоящей очень просто. Краска на ней расплывется от воды. Послиняйте пальчик, протрите. Вот оно если размывается, там те картинки, неважно, текст. При большом хождении, если долго потерпеть, она уже, видно, сама уже без воды размывается. Самыми подделываемыми считаются купюры достоинством 5,1 тысячи рублей. Чаще остальных встречаются фальшивки банкнот нового образца. Злоумышленники пользуются тем, что люди еще плохо знают, как должна выглядеть купюра, и не осведомлены о способах ее защиты. Гражданам надо быть всегда внимательным при оплате наличными денежными средствами, в том числе в магазинах, на рынках, также при получении зарплаты, либо какими-то иными там обменными способами в банках. За сбыт фальшивых денег законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. С более подробной информацией о том, как отличить фальшивую купюру от настоящей, можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка России. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Акции по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова в нашем городе стали традиционными. Два раза в год, осенью и весной, саровчане пополняют список базы данных потенциальных доноров. Алена Пёрышкина узнала об акции соцсетей и решила присоединиться. Я считаю, что нужно привлекать внимание как можно большего числа людей, потому что чем больше людей узнает об этом, придет, сдаст кровь, тем выше вероятность того, что кому-то мы сможем помочь. Несколько минут, проведенных в лаборатории, всего 9 миллилитров крови. И вот уже Национальный регистр пополнился еще одним потенциальным донором. А значит, для кого-то увеличился шанс на выздоровление. Мне было несложно. Я считаю, что люди, которые здоровы, есть возможность, мы должны помогать всем. Второй раз помогали в проведении акции студенты Саровского физтеха. Участники волонтерского движения «Добрая помощь» вместе с сотрудниками лаборатории объясняли горожанам, как правильно заполнить анкету, а также проводили агитационную работу в институте и городе. Это несложно помогать людям, это тем более бескорыстно. И, ну, просто сдаешь кровь из вены, и ничего страшного в этом нету. Поэтому я надеюсь, что многие люди это понимают, что это безопасно, и, естественно, поможет многим людям. Так как донорская база Национального регистра пока небольшая, то почти все трансплантации костного мозга в России проводятся от иностранных доноров. Акции по сдаче крови в натипирование повышают шанс найти донора костного мозга для больных онкологическими заболеваниями без долгого и дорогостоящего ожидания ответа от зарубежной базы. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Гуманитарную помощь от саровчан жителям Луганска волонтерский центр принимает с осени 2014 года. Сбор проходит дважды в год. Каждый раз отправляют около трех тонн груза. Распределением помощи в Луганске занимается епархия. Сейчас на повечении многодетные семьи, матери-одиночки, дети-инвалиды и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Пожилые люди, оставшиеся без средств к существованию. Они просят сделать упор на средства ухода. То есть это в основном вот памперсы, гигиенка вся различная. И если из продуктов питания, то больше упор на консервы. Потому что это более дорогостоящая и более питательная. А муку, крупы жертвуют наши храмы. Консервы должны быть в железных банках со свежими сроками годности. Требуется также детское питание, одежда и обувь для детей и взрослых, нижнее белье. Все это собирают на гуманитарном складе на улице Пушкина, 24А. По вторникам и четвергам с 5 до 7 вечера, по субботам с 9 до 12 утра. Также помощь можно оставить в специальном ящике, который стоит на крыльце склада. Первые пожертвования для Луганска уже поступили. Разбирая вещи перед отъездом из города, Александр Савельев решил часть из них отвезти нуждающимся. Привезли верхнюю одежду, куртки, теплые шубы, польта, штаны, костюмы, пиджаки, галстуки, рубашки, футболки, шапки, носки, чистые, новые, все не ношеные. Обувь в коробках упакованная. То есть все сами перебрали, рваные ничего не брали, все хорошее сюда привезли. Александр надеется, что все эти вещи найдут своих новых хозяев и пригодятся тем, кто в них действительно нуждается. Подробности об акции можно узнать по телефону 3 14 52 и 77 099. Стоп! Скажите, пожалуйста, кто тут кругом живет? Алиса в стране чудес Льюиса Кэрролла на новый лад. Режиссер Галина Зальцман сумела органично вплести в конву спектакль исторические факты 20 века, добавила музыкальные хиты и современные технологии. И вот уже детская сказка становится интересной взрослым, на глазах которых вершилась отечественная и мировая история. Мы рождены, чтобы сказку сделать. Мы ее пересаживаемся! Мы ж Сони в интерпретации режиссера внешне мало напоминает зверька из Алисы Льюиса Кэрролла. Ее школьные формы и лозунги советских времен заставляли зрителей постарше вспоминать свои детские и юношеские годы. Как отметила театральная критика и эксперт фестиваля премьеры сезона Оксана Кушляева, Алиса в постановке Саровского драматического театра напоминает слоеный пирог и будет интересна для зрителей любого возраста. Люди, которые любят кино, увидят здесь одни смыслы. Люди, которые много смотрели советских фильмов и жили в Советском Союзе, они увидят другие смыслы. Ребенок тут увидит историю о родителях и о себе, о том, как добраться до внимания родителей. На суд театральных критиков в рамках фестиваля премьеры сезона 2018-2019 наш театр представил две постановки – «Алису» и кукольный спектакль «Волшебное кольцо». Оценивая спектакль по мотивам произведения Льюиса Кэрролла, эксперты отметили, что зритель не всегда ищет отображение современной действительности на театральной сцене. Иногда людям требуется совершенно иное. А бывает, когда тебе хочется, чтобы создали какую-то фантастическую страну, какую-то грезу, иллюзию, чтобы ты просто переместился вместе с театром в какой-то нездешний мир. И тогда ты идешь в другой театр, визуальный театр, вот такой, может быть, как мы сегодня увидели. Алису он каким-то удивительным образом совмещает и разговоры в сегодняшнем дне, да, и путешествие в какую-то неведомую страну. После просмотра постановок всех 13 театров участников регионального фестиваля, спектакль «Алиса» признан лучшим в двух номинациях. Премии «Творческая удача» получили режиссер спектакля Галина Зальцман и художник Екатерина Никитина. К тому же «Алиса» вошла в тройку лучших спектаклей фестиваля. Торжественная церемония награждения лауреатов приурочена к Международному дню театра и состоится 27 марта в Нижегородском доме актера. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, САРО-24. Для участия в практическом семинарии в рамках проекта «Территория культуры Росатома» многим участникам пришлось проехать не одну тысячу километров. Цель – поделиться своими навыками и наработками с коллегами из других городов в присутствии госкорпорации. Учреждения культуры должны становиться интересными, современными, модными, креативными пространствами для общественной жизни горожан. Обсуждая новые подходы к развитию культурной отрасли Росатома, участники семинара особенно подчеркивали, что сотрудники библиотек, театров, кинозалов и досуговых центров должны научиться быть не просто профессионалами в своем деле, но и уметь правильно подавать свои услуги. Сделать их яркими и неповторимыми, научиться создавать такие социальные проекты, в которые инвесторы хотели бы вкладывать свои средства. Когда мы будем писать проекты правильно, так как требует грантодатель, когда мы будем предлагать интересные, креативные, нестандартные идеи, вот мне кажется, два этих условия мы сложим, да, мы, учреждения культуры, мы станем интересны для тех же грантодателей, мы сможем наладить этот, собственно, дополнительный поток небюджетных средств. Своим опытом по работе с грантами и некоммерческими организациями поделились жители Зеленогорска. В 2015 году в своем городе они запустили в работу ресурсные центры. Их задача – помочь общественным организациям всех типов и направленности развиваться, становиться лучше, а по возможности создавать социальные проекты, которые бы могли претендовать на грантовую помощь. Один из последних проектов, который у нас общественники выиграли, – это альтернативная музыкальная школа. Поскольку во всех культурных учреждениях есть определенные требования для того, чтобы человек занимался, у него он должен обладать определенными данными. А здесь каждый человек, у которого просто есть желание, может, используя эту альтернативную школу, попытаться поиграть на каких-то инструментах, научиться вокалу. Как результат, количество музыкальных групп в городе с населением около 65 тысяч человек за год выросло с 3 до 12. Как пояснил Илья Корчушкин, совместная работа, НКО и учреждение культуры всех типов дает новый толчок к развитию и выводит на новый уровень творческие коллективы и общественные организации. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Саров стал 10-м закрытым городом, который народный артист России Алексей Гуськов посетил в рамках программы «Территория культуры Росатома». Актер подчеркнул особенности за то, которые становятся заметны сразу. У города замечательные дети. Они воспитаны, они интересуются, у них совершенно другие глаза. И дальше я стал как бы размышлять, что же так происходит, почему же так случилось. Но вероятно, вот за счет того, что сохранено некое, вот эти города построены определенным образом. Алексей Гуськов рассказал о студенческих годах, о съемках в знаковых для своей карьеры фильмах. В том числе о том, как шла работа над итальянской картиной «Иоанн Павел II. Святой человек», где актер сыграл главную роль. Также Алексей прочитал отрывки своих любимых произведений. Я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. На праздничном вечере работникам культуры вручили благодарственные письма и грамоты от администрации города. Среди награжденных была и Евгения Соболева. Уже больше четырех лет она работает в детской библиотеке имени Пушкина. Евгения говорит, что сегодня, как и много лет назад, библиотека остается востребованной у читателя. Библиотека сегодня – это не просто место для получения книг, для обмена книгами. Это центр притяжения для подростков, для детей любого возраста и для взрослых тоже. Также работники культуры закрытых городов получили грамоты и благодарственные письма от госкорпорации «Росатом». Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Музей военно-исторического общества 1945 или «Ретро-гараж» был создан более пяти лет назад. В экспозиции представлены автомобили и мотоциклы 20 века – предметы обихода советских времен. Ежегодно музей посещают сотни горожан. Для них это уникальная возможность прикоснуться к истории родной страны, узнать, как жили их родители и деды. Современная молодежь сегодня просто оторвалась от того времени. И очень интересно, некоторым приходят, они видят печатные машинки, они видят фотоаппарат, они видят видеокамеры, они не понимают, как это так была такая видеокамера, подположим. А я помню времена, когда эта видеокамера стоила больше, чем три трехкомнатных квартиры в Сарове. В этом году организаторы решили расширить экспозицию музея. В гараже прошел небольшой ремонт, сейчас идет оформление стендов. Однако экспонатов на выставку уже не хватает, и для ее пополнения нужна помощь горожан. Каких-то конкретных предпочтений нет. Главное, что эти предметы должны отражать дух Советского Союза. Те вещи, которые радовали нас или не хватало нам в детстве. Игрушки какие-то. И то, интересно, чтобы наши дети потом пришли, дети уже внуки, да, пришли и посмотрели, чем играли их деды, прадеды. Ведь уже сегодня приходят дети, видя пейджер, хотя, казалось бы, он вот только-только был совершенно недавно. Они, видя здесь пейджер, они не понимают, что это такое. Большую потребность музей испытывает в автомобилях и мотоциклах. Они должны быть старше 30 лет. Вопрос, опять же, состояния этого автомобиля и надобность. Понимаете, есть автомобиль редкий, который там… А есть автомобиль, который на рынке вот там… Ну, столько много, что, собственно говоря, и не нужно. Информацию о том, как помочь с пополнением экспозиции, можно узнать по телефону 7-94-94. Ретро-гараж работает в парке АСС каждые выходные с 10 до 14 часов. Посещение бесплатное, прийти и познакомиться с историей нашей страны могут все желающие. Также музей работает по групповым заявкам. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В этом году на конференции Янг Эксплорер отправной точкой для всех докладов стала Россия. По мнению организаторов, современным детям важно уметь рассказывать не только об англоязычных странах на иностранном языке, но и о своей культуре, социальной сфере и жизни в своей стране на языке, понятном жителям других стран. Жюри сегодня будет оценивать их выступления по разным критериям, их презентацию, то есть умение донести до слушателей весь материал и продукт проекта они должны представить. Это будет как сама презентация, так и какой-то материал, который они подготовили. Например, это может быть и кроссворд, и, допустим, там какие-то плакаты. Всего попробовать свои силы в конференции решили около 15 учеников школ города. Темы школьники выбирали сами. Единственным условием при подготовке стала задача провести сравнительный анализ культурных и социальных явлений России и стран Запада. Таня Пешихонова выбрала для себя совсем не женскую тему сравнительный анализ вооруженных сил Российской Федерации и Великобритании. Я буду рассказывать, кто является верховным главнокомандующим, зачем нужны вооруженные силы, что это такое. Для чего они нужны? Темы докладов были разными. День матери в России и США. Сравнительный анализ праздника Пасхи, иностранные заимствования в спортивных терминах. Мои любимые мультфильмы в этом докладе сравнивались «Ну погоди» и «Том и Джерри». Были и более глубокие и неоднозначные работы. Моя работа про оттенки цветов русской поэзии о природе и перевод их на английский. Я выбрала эту тему, потому что мне нравится стихотворение русской о природе. По словам участников конференции, победа – это то, к чему следует стремиться на подобных мероприятиях. Но важнее – это подготовка и выступление. Только так можно больше узнавать и набираться опыта. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. У семьи Казаковых не было сомнений, стоит ли отдавать дочь Софию в хор. По словам мамы, девочка у них энергичная. Сажать ее за музыкальный инструмент мучает и себя, и ее. На семейном совете было принято решение отдать дочь в новое отделение детской школы искусств. Как оказалось, выбор они сделали правильный. Все песни, которые они разучивают на своих занятиях, она обязательно… Даже я ее забираю в занятия, она мне в машине едет, поет. Все сверчковы, вербочки. Мы тоже все вместе семью ее песенки пропеваем, потому что нам нравится. Ребенку нравится, нам нравится. Вернувшись из Нижнего Новгорода с победы, юные певцы не сидят сложа руки. Они продолжают упражняться в вокале и готовятся к будущим победам. По мнению родителей, ездить на такие конкурсы нужно и важно. Это очень большой опыт. Начинать в таком возрасте ездить на данные конкурсы, то есть это для них, как сказать, какой-то новый этап в жизни. Они уже с каждым годом, становясь все взрослее, они будут более спокойно относиться к вот такого рода конкурсам. Чтобы раз за разом показывать высокий результат на вокальных конкурсах юным вокалистам, приходится прикладывать максимум усилий на каждой репетиции, брать высокие ноты, знать и понимать указания преподавателя. Не менее важна роль на пути к победе у преподавателя и аккомпаниатора. Мы с Светланой Викторовной очень много репетируем, тоже вдвоем, несмотря на то, что мы уже не дети. Мы много репетируем, много занимаемся и спорим иногда, иногда какие-то моменты обсуждаем и приходим к общему знаменателю. Тогда получается. Отмечать победу на вокальном конкурсе становится доброй традицией в отделении хора. Порадовать победителей в этот раз учителя решили тортом и конфетами. Но с оговоркой, только после занятий, чтобы не портить голосовые связки. Кирилл Басейн, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Матвей Мышов – вратарь команды 19-го детского сада. Футболом мальчик начал заниматься всего год назад. Несколько раз на турнире Матвей смог поймать мяч, летевший с твор ворот. Однако спасти свою команду от досадного гола юному спортсмену удавалось не всегда. Хоть я пропустил два мяча, но мы забили, опять отыгрались. Поддержать будущего чемпиона на чемпионат по мини-футболу среди команд детских садов пришли родители Матвея. Наталья и Александр Мышовы стараются всегда присутствовать на играх своего сына. Мы с радостью приходим, откладываем свои дела, потому что понимаем, что это очень важно и нужно. Родные и близкие люди, которые могут поддержать, которые рядышком находятся и болеют, это очень важно. Я вижу здесь не только мы, здесь много пап и бабушек, и мамы приходят. Я считаю, что вообще футбол – одна из замечательных командных игр, когда можно действительно сплотиться и сдружиться и детям, и родителям. Чемпионат среди детских садов проходит по круговой системе. В этом году в турнире принимают участие 18 команд. Их разделили на 6 групп. Спортсмены проводят на игровом поле два тайма по 5 минут. Первая команда, занявшая первое место, образует золотой финал, золотой кубок. Вторая команда, занявшая места в группах, образует серебряный, ну и, соответственно, третий – бронзовый. Там на две группы делятся эти шесть команд и играют тоже в круг. Победитель муниципального этапа чемпионата по мини-футболу проекта «Школа Росатома» определится 22 марта. Лучшая команда получит золотой кубок, ценные подарки и отправится защищать честь города на следующем этапе соревнований. Обязательная разминка перед началом соревнований и считанные минуты до самого волнительного момента. Главный судья дает свисток. А это значит, что заключительный этап городских соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» можно считать открытым. Команды, которым предстоит защищать честь своего детского сада, прошли непростой путь до финала. Сначала, конечно, в своих садах проводятся соревнования, выбирается лучшая семейная команда, и они выходят в полуфиналы, которые проводятся в городских школах наших, в спортивных залах. За прохождением этапов эстафеты пристально наблюдают судьи с секундомерами. После каждого конкурса командное время заносится в специальную таблицу. У организаторов нет права на ошибку. Судьбу призовых мест могут решить доли секунды. Поэтому к участию в эстафетах спортсмены относятся ответственно, начиная с этапа тренировок. Отрабатывали те моменты, которые у нас не получались. Потому что первый раз, когда мы пришли на отборочные соревнования, у нас было очень все нехорошо. И, соответственно, мы решили немножко подтянуть. Семья Санкиных из 19-го детского сада поставила перед собой цель – учесть все ошибки и добиться самых высоких результатов. С задачей супруги Андрей, Ирина и их сын Вадим справились на отлично. По итогам соревнований их команда заняла первое место. Это сплочение и, в первую очередь, пример детям, что они видят, что родители тоже любят спорт. И сами с удовольствием занимаются в секциях. Этапы эстафеты были составлены так, чтобы их без труда могли выполнить юные спортсмены, которые на соревнованиях выступали в роли капитанов команд. Собрать на время пирамиду из кубиков. Помочь партнеру надеть шуточный костюм хоккеиста. Поймать сеткой мячи и забросить их точно в цель. Хорошая физическая форма и взаимопонимание в команде – это залог успеха, по мнению участников. Научить людей видеть в спорте не какую-то обязаловку, а образ жизни, чтобы это все было так же обыденно, как позавтракать, пообедать, сходить на тренировку и быть достойным человеком. Участникам, призерам и победителям городских соревнований вручили дипломы и сладкие призы. Игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» распечатали ворота тоншайских спортсменов уже на первых минутах матча. Во втором периоде хозяева льда подтвердили свои преимущества и забили еще один гол. К концу второго игрового отрезка соперник смог отыграться, отправив наши ворота сразу две шайбы. На перерыв команда отправились с равным счетом 2-2. Как всегда, наша проблема – это первые периоды. Мы их выиграли, наверное, раз или два в сезоне всего. Самое тяжелое для нас, наверное, начинать. Не знаю, почему, может, с дороги, может, реально. Ну, мне кажется, с дороги сказываются. Хочу сказать, что хороший соперник был. Все две игры, регулярки две игры, все на хорошем уровне. В начале третьего периода наши спортсмены отправили в ворота соперника еще одну шайбу, но пропустили в свои сразу два гола. В надежде спасти матч сравчане сняли вратаря. Этим воспользовались соперники и загнали шайбу в пустые ворота. Игра закончилась со счетом 3-6. Там хорошие опытные ребята, молодые причем. Хорошо шайбу держат. Но не хорошо ее контролируют, могут, а вести ход игры. Нужно было выждать моменты на контратаках, что, в принципе, два периода получалось. В третьем сами сломали игру себе. В первом матче полуфинальной серии «Саров Инвест» уступил Таншаевскому старту в овертайме. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Теперь саровчанам предстоит сразиться за третье место с Дзержинским ураном. Первый матч «Саров Инвест» проведет на выезде 23 марта. Начало встречи в 13.00. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.